Работа с шаблонами в скринере VR Watch List and Linker. Что такое шаблон? Шаблон это информация, сохраненная с графика в терминале MetaTrader. Шаблон сохраняет абсолютно все. Те индикаторы, которые вы подключили к определенному графику. Как настроен график, цвета, фон, наличие сетки, наличие каких-то индикаторов, наличие линий, объектов, прочего-прочего, в том числе и наличие какого-то торгового робота. Шаблон сохраняет абсолютно все, что находится на графике. Ранее, когда вы торговали в терминале MetaTrader, возможно, вы делали шаблоны следующим методом. Правый клик, шаблоны, сохранить шаблон, затем называли как-то шаблон, нажимали сохранить. И в случае, когда вам нужно было снова применить ваш шаблон, вы заходили в контекстное меню, шаблоны, загрузить шаблон или выбирали шаблон вот из этого списка открытого. Screener Watchlist & Linker никакого отношения к этим шаблонам не имеет. И при работе со Screener загружать вот эти шаблоны я бы не рекомендовал. Screener создает собственные шаблоны и сохраняет их в папку Открыть каталог данных Папка MQL Папка Files Следующая Screener VL И папка Templates И вот в эту папочку, обратите внимание, Screener сам сохраняет шаблоны. Screener сохраняет и загружает шаблоны именно отсюда. Теперь, следующий момент. Сохранение происходит только в том случае, если значок дискетки в верхнем меню справа светится активным цветом. В этом случае сохранение и загрузка шаблонов происходит автоматически без участия трейдера. Как это работает? Берем фунт-доллар, например. У нас ничего абсолютно на графиках нет. Рисуем какую-то трендовую линию. Делаем какие-то наши разметки. Добавляем наши какие-то объекты. Давайте. Во втором окне, например, мы меняем цвет самого окна на белый. Меняем масштаб. Давайте еще что-нибудь сюда добавим. Какой-то графический объект. Например, стрелочку. Ну, не стрелочку, а значок «Хорошо». Теперь мы будем работать дальше с другим финансовым инструментом. Переходим на евро-доллар. Обратите внимание, что когда мы перешли на евро-доллар, у меня открылись черные пустые графики. Почему так? Потому что для евро-доллара ранее я никакой работы не делал. И терминал скринер загрузили абсолютно пустые шаблоны, на которых ничего еще не сохранено. Ничего не сохранено, потому что я еще ничего на них не делал. Теперь я возвращаюсь на фунт-доллар и вся моя работа восстанавливается. Полностью скринер загружает мне все, что я делал ранее. Вернусь я снова на евро-доллар и здесь нанесу какой-нибудь объект. Ну, например, трендовую линию. Я выполнил какую-то свою работу, сделал какие-то разметки. Теперь хочу вернуться снова к фунт-доллар. Вся моя разметка сохранена. Скринер автоматически сохраняет всю разметку, сделанную трейдером. Вот я проделаю какие-то следующие свои трейдерские расчеты. Ухожу снова на евро-доллар. Здесь есть моя линия, которую я уже делал. Добавлю еще какие-то объекты на другой график. Вернусь на фунт-доллар. Обратите внимание, что все, что я делал и то, как настроены мои графики, все возвращается скринером. Это позволяет трейдеру сохранять всю проделанную работу. И все это сохраняется в папке templates, в папке шаблонами, с которой работает именно сам скринер. Я перехожу на финансовый инструмент, для которого ранее еще не было сделано шаблоном. Видите, даже котировки еще не загружены. Вот они, котировки подгрузились. И загрузился черный, темный шаблон стандартный. Шаблон по умолчанию. Если я здесь опять-таки сделаю какую-то свою работу, какие-то разметки, это все будет сохранено. Возвращаюсь. Пожалуйста, все мои объекты сохранены. Теперь, что делать, если вам не нужно автоматическое сохранение для всех графиков. То есть, не нужно вам, чтобы при каждом переключении финансового инструмента все сохранялось. Для этого мы просто отжимаем кнопочку, и шаблоны больше не сохраняются. То есть, никакая работа не сохраняется. Вот я нанес линию, ухожу на доллар, австралийский доллар, швейцарский франк, возвращаюсь, и ничего нету, потому что автоматическое сохранение выключено. В таком режиме есть возможность сохранять все наработки, все свои работы, нажимая клавишу Q, английская Q или русская I. Выделяем окно скринера обязательно, нажимаем кнопку Q, и в таком случае шаблон будет сохранен. Давайте проверим, как это работает. Вот я беру трендовую линию со стрелочкой, выделяю окно со скринером, нажимаю Q, перехожу на австралийский доллар, швейцарский франк, возвращаюсь, и моя работа восстановлена, потому что я сделал умышленное принудительное сохранение шаблона с помощью клавиши Q. Клавиша Q всегда сохранит вашу работу, независимо от того, включено автоматическое сохранение или нет. Это принудительное сохранение в терминале MetaTrader 4 и в терминале MetaTrader 5, которое осуществляет скринер. Важно помнить, что клавиша Q работает только в том случае, если окно со скринером выделено. Если окно не выделено, а выделен график, то скринер не слышит этой клавиши, он не может понять, была нажата клавиша Q или нет. Поэтому, чтобы сделать умышленное принудительное сохранение, нужно обязательно кликнуть по окну со скринером и уже потом нажать клавишу Q. Часто бывает ситуация, с которой я столкнулся, что у трейдеров загружаются разные шаблоны и мне задают вопрос, почему загружается черный шаблон, почему загружаются не те шаблоны. Уважаемые друзья, скринер сохраняет абсолютно все. Даже сейчас, когда я ничего абсолютно не делаю на графике, не делаю никаких разметок, а просто переключаюсь между финансовыми инструментами, скринер считает, что мне нужно, чтобы были такие пустые графики и сохраняет пустые шаблоны. Пустые в том смысле, что нет никаких абсолютно объектов. скринер понимает и думает, что мне так нужно, поэтому он это тоже сохраняет. Поэтому каждое переключение финансового инструмента делает сохранение шаблона, в случае, если нажата эта кнопка автоматическое сохранение шаблона. Автоматическое сохранение шаблонов можно включить с помощью клавиши тильда на клавиатуре или выключить, если тоже нажать эту клавишу. Видите, я нажимаю тильду на клавиатуре и включается и отключается автоматическое сохранение. Когда вы работаете со скринером, рекомендую периодически посматривать, чтобы ни вы, ни кто-то, ни дети, ни супруга, никто не отключал эту клавишу и тогда вся ваша работа будет сохраняться. А также отсутствие вашей работы. Как я уже сказал, что скринер сохраняет шаблоны каждого финансового инструмента, независимо от того, наносили вы индикаторы, наносили вы разметку или нет. Важным правилом скринера является то, что если для финансового инструмента есть шаблон, этот шаблон абсолютно всегда будет загружен. Независимо от того, нажата эта клавиша или нет, если шаблон есть, значит, трейдер создавал какую-то работу и шаблон всегда будет загружаться скринером. Движемся потихонечку дальше. Надеюсь, с этим все понятно. Теперь, для работы с шаблонами есть дополнительное меню, открывается на значок рядом со значком линковки. Это меню позволяет создать шаблоны по умолчанию удалить все шаблоны и либо создать стратегии. Итак, что такое удалить все шаблоны? Обратите внимание, я сейчас открою папку с шаблонами для демонстрации. Вот эти шаблоны. Это вот все, что я сейчас переключал финансовые инструменты. Скринер сохранял шаблоны. Шаблоны именуются следующим образом. Первое окно ноль, следующее окно идет под единичкой и так далее. Прошу простить меня. Шаблоны template default это шаблоны созданные по умолчанию. Зачем нужны такие шаблоны? Смотрите, в тех ситуациях, когда у вас есть какая-то торговая стратегия или например вы любите графики не черные а белые. Шаблоны так свойства графика вы не любите черные работаете с белым графиком и хотите чтобы всегда для нового финансового инструмента обращаю ваше внимание для нового финансового инструмента открывался именно белый график как мы сейчас сделали для этого мы создаем шаблоны по умолчанию теперь смотрим для тех финансовых инструментов для которых были уже сделаны шаблоны на которые мы уже заходили и загружали историю и открывали открываются именно наши сохраненные шаблоны а для финансовых инструментов на которых мы еще ни разу не открывали будет открыт шаблон по умолчанию вот белый шаблон теперь в случае если вдруг вы хотите переделать все свои шаблоны и сделать так чтобы они открывались например с каким-то индикатором давайте я это сейчас продемонстрирую как это работает навигатор и вот например вам нужно чтобы всегда открывался один график с индикатором envelopments а другой с bollinger bands по логике вещей что мы должны сделать мы должны старые шаблоны удалить потому что они будут всегда загружаться и нам надо будет на каждый шаблон кинуть этот индикатор чтобы сохранить новый шаблон мы можем сделать следующим образом удалить все шаблоны смотрите будут удалены шаблоны только финансовых инструментов не удаляются стратегии и шаблоны по умолчанию будут применены шаблоны по умолчанию то есть нам теперь нужно создать шаблон по умолчанию и вот то что мы сейчас сделали это как раз таки и будет теперь всегда открываться для новых финансовых инструментов и теперь я удаляю все шаблоны которые были у меня в папке видите все удалились и остались вот эти шаблоны темплей дефаут которые теперь будут всегда открываться независимо от того какой мы финансовый инструмент откроем давайте посмотрим например откроем фунт доллар смотрите открылись шаблоны по умолчанию скринер записал предыдущий шаблон сохранил файлы предыдущего шаблона мы здесь на этих графиках делаем свою какую-то работу с нашими индикаторами наносим какие-то свои разметки и теперь мы переходим на другой финансовый инструмент для которого тоже нету шаблона но загрузился наш шаблон по умолчанию при этом для фунт доллара был сохранен свой собственный шаблон в котором уже есть наша работа вернемся пожалуйста вот она наша работа то есть подытоживаю шаблоны по умолчанию загружаются для тех финансовых инструментов для которых других шаблонов нет то есть для абсолютно первой загрузки финансового инструмента далее когда вы уже наносите свои какие-то разметки тренды индикаторы для финансового инструмента создается свой уникальный шаблон вот по такому принципу работают шаблоны то есть все просто все что вам нужно понять что всегда когда вы открываете новый финансовый инструмент первый раз для него будет загружен шаблон по умолчанию во все последующие разы будут загружены те шаблоны которые уже скринер сохранил в автоматическом режиме или при нажатии на клавишу Q если сохраненных шаблонов не было сделано не светилась дискетка и не была нажата клавиша Q то будет загружен всегда шаблон по умолчанию который мы создали так движемся дальше с этим всем мы разобрались теперь поговорим о стратегиях что такое стратегии стратегии это шаблоны это тоже шаблоны но это предустановленные шаблоны то есть например открываем финансовый инструмент евро новозеландский доллар вот он подгрузил котировки и загрузил шаблон по умолчанию потому что мы еще ни разу не открывали евро новозеландский доллар и никакой работы на нем не делали теперь я соберу здесь свою стратегию сейчас удалю еще этот индикатор и я здесь буду собирать свою стратегию там например стратегия пин бар или стратегия три экрана элдера или еще какая-либо другая стратегия которых может быть миллионы сейчас вот я наношу индикатор и шумоку во второй график я нанесу индикатор адаптив мувинг эверейдж теперь я сохраняю стратегию под номером один вот я ее сохранил закрыть теперь когда я анализирую финансовые инструменты ну например вот фунт доллар вернемся видите я тут делал свою разметку и я хочу посмотреть а что же будет показывать моя первая стратегия и в стандартном режиме трейдер бы что делал сначала очищал графики потом наносил и шумоку на другой наносил график другой индикатор чтобы увидеть как результат работы стратегии что что эта стратегия показывает но скринер watchlist and linker облегчает этот труд вы нажимаете просто номер один торговой стратегии и она и скринер автоматически вам все показывает даже если вы при этой стратегии будете теперь переключаться между финансовыми инструментами шаблоны сохранять вот эту стратегию не будут эта статическая стратегия она не сохраняется вот мы вернемся теперь на фунт доллар мы видим что загрузилась наша стратегия потому что у нас нажата кнопочка один и я хочу вернуться к той работе к той работе с которой которую я уже делал к тем трендам к уровням фиба я возвращаюсь к дискетке и вся моя работа возвращается вот таким образом скринер позволяет сохранить три торговые стратегии давайте еще для примера я сделаю я открываю какой-нибудь финансовый инструмент настраиваю тут все так как мне нужно то есть вот я убрал индикатор ставлю здесь линию наношу там параболик сар наношу стандарт девиэйшен индикатор вот такая стратегия и в правое окно я нанесу там еще мувинг мувинг эверейдж и еще нанесу там индикатор например объемов то есть вот все это у меня какая-то некая моя стратегия я сохраняю эту стратегию уже под номером два и иду например на фунт доллар на фунт долларе сохранена моя разметка обычная я смотрю первая стратегия например три экрана элдера ага есть тут мои сигналы нету непонятно смотрю по второй стратегии ага есть тут мои какие-то сигналы или нету если ничего нету там никаких действий нету то тогда я возвращаюсь в свой обычный стандартный рабочий режим надеюсь это понятно торговые стратегии облегчают понимание трейдера трейдер может быстро применить ко всем открытым окнам графиков свои какие-то наборы индикаторов и прочих и прочих инструментов и затем вернуться к своей предыдущей работе как еще можно воспользоваться стратегиями смотрите это кстати мне уже подсказали пользователи скринера люди которые активно пользуются уже понапридумывали и я уже сам у них учусь мы берем какой-то финансовый инструмент у которого нету шаблона мы еще не наносили никакие данные мы создаем просто создаем чистый какой-то свой график удаляем 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 и наносим здесь свои какие-то стандартные индикаторы вот помните пару минут назад я говорил о шаблонах по умолчанию вот я сейчас сделаю стратегию по умолчанию вот я кину сюда боллинжер а сюда кину другой индикатор не принципиально какой и сохраню это под стратегией номер 3 все теперь я включаю стратегию номер 3 вот она у меня включена и я могу идти по финансовым инструментам в скринере и например для каких-то финансовых инструментов я так пардон и для каких-то финансовых инструментов я например хочу чтобы все шаблоны именно евро канадский доллар чтобы все его шаблоны евро канадского доллара были записаны как эта торговая стратегия для этого я просто нажимаю клавишу кио и происходит перезаписывание рабочей области для финансового инструмента еврокат давайте еще возьмем евро иена тоже нажимаю кио и стратегия номер 3 перезаписывает шаблоны и оставляет там стратегию номер 3 теперь теперь я возвращаюсь к обычному стандартному режиму где я использую свою разметку свою работу и когда я иду по финансовым инструментам где я нажимал клавишу кью будет сохранена именно стратегия которую я использовал вот она и вот она вот на этих двух инструментах я сохранял эту стратегию можно сделать еще следующий момент возможно тоже кому-то пригодится можно очистить просто графики настроить как вам удобно вид масштаб там настроить и сохранить под каким-то номером стратегии сохранить стратегию 3 закрыть включаем стратегию номер 3 идем по финансовым инструментам и таким вот образом перезатираем все шаблоны для каких-то инструментов или для всех или для какой-то группы финансовых инструментов помните на фунт долларе мы уже делали работу делали разметки и сейчас я нажимаю клавишу кью я перезатер все и теперь будет применен применен вот именно этот стиль все смотрите на всех графиках теперь белый стиль благодарю вас за внимание хочу подвести небольшой итог и еще раз напомнить о том что работа с шаблонами с сохранениями работ трейдера в терминале мета трейдер с помощью скринера сделано автоматически и сделано максимально удобно комфортно и просто скринер сохраняет абсолютно всю информацию всю рабочую область все что вы нанесли все ваши объекты индикаторы все это сохраняется при автоматическом режиме сохранения либо при нажатии клавиши кью при выделенном окне скринера если дискетка выключена то сохранение можно сделать только на клавишу кью обращайте всегда внимание на то чтобы дискетка горела тогда все ваши труды будут сохранены чтобы сделать отдельные окна для каких-то финансовых инструментов это все делается через шаблоны вот так как я вам показал то есть либо вы настраиваете отдельную стратегию потом сохраняете либо в каждом окне меняете те финансовые инструменты которые вам нужны благодарю за внимание в случае возникновения каких-то вопросов можете задавать их под этим видео Субтитры Субтитры